Тысячи мыслей роятся в моей голове. Я шестнадцать лет шел за тобой. Потом встал на колени в молитве, вошел в покой. Поднял глаза и прочитал слова. Не ной. Я думал, что ты такой. Я думал, что ты одновременно и добрый злой. Я знал, что ты любовь. Но откуда боль? Я слышал твой голос. Он часто мне говорил. Не молчи, не стой, а пой. Не кричи, не мучи, не скули, а пой. И вот я снова стою перед очередной стеной. И мне непонятно, на кой. Каждый день мой это целая жизнь. Кому-то бы хватило на неделю, кому-то на год. А кто-то бы не вылез бы и дня и ушел за бой. Радио включил, там Ева поет. Мол, и за мир. Но только затишье перед войной. Ведь снова в моде война. Но ведь война это же не любовь. И снова главные бои. Где сам с собой. Иногда над облаками. Но часто под плитой. И песня уже написана. Ты мой герой, как в детство крик. Там у брошенного мальчишки, лежащего в комнате интерната, разговаривающего за окном с сосной. А потом всю жизнь доказываю всему миру. Свою силу и пытаюсь заработать уважение и любовь. Но это не притянешь, не заставишь, не навязываешь и не обманешь. Это или есть или нет внутри тебя от бога свет. Где этот тумблер с батарейкой в миллиардов планет? Где соль, которой хватает заглушить любую ноющую боль? Я знаю и есть точно, что есть другая реальность. Рай на земле. Я чувствую это сердце, иногда я встречаю ангелов в образе простых людей. Но еле в улоимы, искорки в их глазах и какой-то сверхъестественный покой дают мне надежду на то, что я и все же иду правильной тропой. Спасибо всем, кто в моем ватсапе, в моем проекте за моей спиной. Значит, был в моих молитвах, словно антрол сбоку и передо мной. В моих мыслях, в моих песнях, в моем сердце на троне под названием «Любовь». Где каждый утро солнце над нами воскресает, вновь и вновь. Спайс из мая. Спасибо. Спасибо.